Вопрос, который часто фигурирует в комментариях в виде утверждения. Но вот здесь как раз в виде вопроса зритель пишет об отсутствии якобы пролетариата и рабочего класса. Он говорит, я статистики не знаю, но по многим моим наблюдениям толком его нет. Я не раз бывал на современных предприятиях в разных отраслях. На многих из них пара людей на цех. Крестьян и того меньше. Продавцы, водилы, курьеры, мелкие барыги, гастабайтеры. С кем делать революцию, если делать? Заранее благодарю за ответ. С уважением. Подпись офисный планктон. Уважаемый офисный планктон, к сожалению, я в таком же положении, как вот вы. То есть я, например, никуда на серьезное предприятие попасть не могу. Почему? Потому что раньше профсоюзная организация, партийная организация могла пригласить. Я мог прийти на предприятие, прочитать там лекцию, провести консультацию по просьбе трудящихся. Сейчас везде все предприятия имеют частную охранную структуру, которая их охраняет, и вы ни на одно предприятие не попадете. Поэтому как вы там часто бываете, я не знаю, где вы бываете, поскольку у нас много полуразрушенных. Может быть, вы бываете на тех предприятиях, которые умирают и вас туда посылают, чтобы как бы эти предприятия к рукам прибрать, раз они плохо лежат. А плохо лежат те предприятия, у которых есть, между прочим, земля, какие-то корпуса. Нельзя ли эти корпуса приспособить для каких-то других нуж? Нельзя ли сломать все эти корпуса и построить тут жилые массивы и получить много-много-много денег? Вот у нас так называется промзона в Ленинграде. Но у нас есть крупные предприятия, которые работают. Но есть Адмиралтейский завод, который выпускает подводные лодки. Ну как вы будете говорить? Я не знаю, я не видел. Но если есть подводные лодки, они же плавают, что подводную лодку сделать такая сложная задача. Есть в Северодвинске. Вы знаете, что делается самолет МС-21? Вот сделали среднемагистральный самолет. Но чтобы сделать самолет, надо иметь серьезное очень производство. Их мало, правда, делает. Это не конвейерное производство, к сожалению. Поэтому они дорогие, эти самолеты. А почему? А потому что товарищ Медведев решил закупить, когда был президентом, все иностранные, Боинги, аэробусы. А раз вы деньги бухнули, миллиарды на это дело, то, ясное дело, для поддержки своей промышленности денег нет. Но, тем не менее, в России 27 миллионов рабочих. Поэтому, если вы их не видите, потому что они не болтаются по улицам. На улицах болтаются проститутки, бомжи и так далее. А где, как вы можете увидеть вообще этот пролетариат? Он не виден, особенно те, кто ночью работает. А вы не видите, что люди везут вас на трамваи? А чтобы встать и с половины пятого прибыть на работу, надо встать ни света, ни заря, полчетвертого, а то и раньше. А в метро вы не видите, как чисто? А как вы думаете, там ночью не убирает ли это самое метро, где миллионы и десятки миллионов проходят в итоге, в общей сложности? Вы видите строителей, потому что вы можете просто наблюдать. Строители это у нас в большинстве своем гастарбайтеры. А кадровые рабочие, так сказать, они рабочие, городские, они на заводах. И поинтересуйтесь, вот скажем, где выпускают ракетные комплексы С-400. Вот у нас есть соответствующие предприятия. У нас есть предприятия, которые выпускают двигатели для вертолетов, климов и так далее. У нас есть Кировский завод, на котором, ну пусть там 7,5 тысяч, не 35, как было в советской, но 7,5 тысяч там рабочих есть, и можно туда пойти и посмотреть. Но никто вас туда не пустит, потому что вот так сделано, чтобы вы и не знали, что вы и пребывали в таком положении, что якобы нет у нас рабочего класса. Но есть он. То есть не надо говорить, исходя из того, как вы наблюдаете. Ваша позиция наблюдателя здесь невыгодная, и она не репрезентативна, как и моя. То есть для этого надо взять соответствующую литературу, статистику и посмотреть. Она хоть и, как вы понимаете, не ахти какая статистика, но есть она, откройте и соответствующий сайт органов статистики, и вы увидите.